всем привет дорогие друзья пришла очередная посылочка из национального банка украины посылок я чувствую будет много скоро приходить еще там какие-то монеты еще мы заказывали здесь я открыл но она в коробке все пришло и там получая здесь вернее монета и банкнота монета какая-то инвестиционная и банкноты сейчас посмотрим как упаковывает банк как упаковывает банк монеты с банкнотами вот так вот так самое главное барабанная дробь дорогие друзья какая же здесь монета я заказал обычный инвестиционный орхистротик о смотрите улучшение ситуации они начали обрезать гармошку знаете гармошка которая такая бумажная уложена в коробках видимо обрезали эту гармошку и вставили сюда монетку чтобы монетка чтобы капсула не портилась в этой пленке это очень замечательное решение молодцы молодцы да вот так еще даже проклеили а нет это вообще какая-то отдельная не это по моему гармошка вот это и так здесь у нас архистротик и какого же он года 20 или 21 у меня знакомый один получил недавно такую же посылочку и у него был 21 год а вот теперь момент истины мне 21 год с банка еще ни разу не приходил так архистротик красавчик 20 год блин у меня их уже много черт возьми а ну чтож ну чтож он все равно какая-то царапинка есть что это за царапина блин положили в коробку и все равно царапина вот облома вот и здесь царапины есть что они как-то очень небрежно его упаковали опять двадцатый год придется ждать феерического роста курса металла об этом чуть позже так теперь вскрываем вернее я вскрываю вы смотрите как я это делаю банк ну ты банк ну ты новые 30 лет независимости украины очередная посылочка вот как упакована так уголки ой боже я уже вижу мятый уголок я уже вижу на одной из банкнот мятый уголок так номера номера вот такой высокий номер 11 тысяч пятьсот сорок восемь очень высокий номер одиннадцать тысяч пятьсот сорок семь ну здесь номера подряд а нет дорогие друзья я ввел заблуждение так 14 тысяч четыреста пятьдесят восемь очень высокие номера а этот что за прикол смотрите пипец банкнота была приклеена вот к этой херне вы представляете они здесь вот это вот с клеем вашу же мать кто же так делает а клей был приклеен к тут банкнота была блин приклеена вот к этой бумажке вообще нормально ведь этот скотч короче завернулся и они поставили сюда банкноту ой блин и банкнота была приклеена скотчем к бумажке теперь надо проверить не остался ли на банкноте скотч вроде бы нету я очень надеюсь они не не заклеился блин очень высокий номер это банкноты первые на продажу у меня есть другие банкноты там гораздо ниже номер сейчас покажу вот допустим на банкноте у меня смотрите 39 16 3916 да то есть 3916 виде какой низкий номер и тут еще прикольно у меня у знакомого попалась 39 а здесь два нуля 39 900 было то есть видите 16 и где-то вот рядом было 900 и у него получилось 30 39 и 20 офигенный номер вообще для коллекции то что надо ну что ж вот такая распаковка от нбу архистротик снова двадцатого года да уж непонятно непонятно когда уже двадцать первый год неужели 21 все-таки редкий но знакомому пришел 21 год так мне еще должны прийти скоро вот такие монетки еще у меня в общей сложности должно их получиться ну не маленькое количество кстати я вам хочу сказать у меня бегают за мной знакомые пытаются у меня купить 30 лет независимости цветную такую монету но я пока думаю у меня всего две удалось по онлайну заказать еще из интересных новостей у меня знакомый написал мне хочет очень сильно чтобы я ему сделал вот такую радужную патину на монете на монетах вот и я ему говорю что ну такая штука длится от четырех месяцев до один и два года а то и больше вот например у меня есть монета я специально здесь рядом себе поставил вот смотрите здесь монета патинируется уже почти год и видите даже очень далеко еще по ну потому что мне надо грубо говоря то есть она она вообще как будто дошла до определенного момента и остановилась и все и у нее патина дальше не усиливается очень странный эффект я такое вижу впервые то есть на кантиках радужная патина смотрите она ведь и проявляется вот на канте как именно по канту пошла радуга а дальше сюда не идет и здесь как будто остановилась монета очень клевая но я именно хочу николаевский рубль в радужной патине мне интересно посмотреть как это будет выглядеть но уже где-то месяц изменений никаких на монете нету очень странно вот соответственно радужная патина это такое не не легкое дело во первых может некрасиво пойти может неровно неравномерно ложится и так далее вот монета классная но я хочу именно почему в радуге потому что на монетке есть мешковой сохран такой вот видите то есть остатки штемпельного блеска и микроскопические царапинки здесь правда через объектив кажется что там их очень много на самом деле их почти нету этих царапин сейчас попробую как-то настроить чтобы вам показать что там их почти нету то тут это не работает вот здесь наверное как то так может что ли вот монетка гладкая в принципе там блеск хороший такой вот но показано через веки в как будто там поле вообще как кратерами все как в коррозии но на самом деле поле гладенькая вот но не в этом дело я хочу именно радугу сделать но не получается что-то очень долго идет этот процесс даже странно вот то есть не такая уж и простая история вот например на этом рубле это моя маленькая гордость моя мечта я просто в мега восторге от того что у меня здесь получилось вы только посмотрите как это круто смотрится не знаю с объективом в настройках надо поиграться она видите как будто как коррозия на поле однако поле идеально гладкая зеркальная и при этом такие цвета офигенные то есть я фанатею от этой монеты для меня это прям высший пилотаж это моя маленькая мечта и гордость что у меня есть такой замечательный рубль на удивление здесь патина вообще никакая не легла в этой точке видимо эта точка касается с чем-то но когда лежала монета наверное может быть сюда не поступал воздухе фиг его знает как это произошло здесь какой красивый лучик штемпельного блеска но вообще монета именно гордость коллекции таком цвете не спорю много людей не очень любят такие разноцветные монеты но это натуральная патина что могу сделать банкноты продолжают приходить по почте номера высок высокие вот эти высокие номера я первые буду продавать сразу однозначно но хотя в любом случае тираж небольшой интерес пока есть но еще не не такой завышенный много людей говорят что это не интересно однако как говорится встретимся через годик а там будет видно уже посмотрим время только время может дать результат какой-то на скорую руку тяжело предугадать тема новая тема интересная тема необычная как она будет не знаю однозначно высокие номиналы менее интересны потому что дорогие вход как бы дорогой с другой стороны вход практически номинал то есть в принципе для коллекции любой желающий может себе позволить выделить 14 или 12 гривен и положить себе в альбом однако скорость неизвестная в общем такой необычный распаковка нбушного нужной посылочки вот с царапины архистротик мы выяснили что продолжает приходить 20 хотя знакомому пришел 21 очень даже странно вот и 30 лет независимости серебряная юбилейная вот такая монета очень сильно смотрю начинает пользоваться спросом и я уже говорил почему я объяснял уже это не раз потому что вот эту монету люди хотят положить рядом вот с этой монетой и учитывая что здесь 15000 а здесь 3000 и данные две монеты они являются такой своего рода парочкой видите у них все одинаково написано но стиль чекана разный и аверс разный но при этом монеты хочется иметь две а здесь и 3000 всего здесь 15 вот эта монета будет тянуть за собой эту а это будет тянуть за собой эту и эти две монеты будут дорожать непрерывно вот это такая моя мысль насчет вот этих монеток как она будет дальше поживем увидим скоро будет анализ цен и тому подобное подписывайтесь на канал чтобы ничего не пропустить у меня сейчас немножко дела 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 а позже я уже верну свой привычный режим и буду вас радовать своими видео всем удачи пока